Теперь в одном строю бессмертного полка. И мы дети, внуки и уже правнуки солдат, победивших зло вместе с ними. Мы их память. У каждого она своя и одна на всех. Это похоже на фронтовое братство. И теперь каждый из нас может сказать, Дед, твой полк не погиб, и ты дошел до победы. На сегодняшний день в Юхновском районе и городе Юхнове проживают семь участников Великой Отечественной войны. Тридцать восемь вдов умерших участников войны. Сто двадцать шесть дружеников тыла. Двести три бывших малолетних кузника. Весна и победа пришли вместе, вернув и земле, и людям тепло и свет. Темны и усталы лица воина, а в глазах радость. Радость от того, что победили, выстояли. Мы выдержали. Сегодня вместе с нами на своей малой родине отмечает День Победы участник Великой Отечественной войны, почетный гражданин Юхновского района, генерал-полковник Баков Михаил Данилович. Приглашаем вас к микрофону. Я положу, посмотри. А, я не устала. Я иду. Пути. Я, наверное, не знаю какой, но десятый и больший раз. Я присутствую на таком митинге, посвященном нашему празднику Победы в городе Юхнове на своей малой родине. Вот за нее мы и боролись. Воевали мы под красными знаменами. На них было изображение силуэты Ленина, церпаем молота и слова-призывы за нашу советскую родину. Не просто за родину, за нашу советскую родину. верные своим идеалам в душе через кровь, смерть, страдания, муки Наши воины осознанно шли на подвиги. А подвиги были не единичной, а массой. Вплоть до самопожертвования. И когда сейчас пытаются облить грязью людей, отдавших свои жизни ради Победы ну, просто вызывает возмущение. Победу завоевали все родобойск Красной Армии. Советские полководцы, труженики ТЭЛа, люди разных возрастов. Но сегодня, наверное, будет к месту вот здесь, на Митинге, потому что и молодежи здесь много, сказать о боевых подвигах, настоящих пахарей войны. Так я их называю. Офицеров тактического звена. Командиру взводов. Командиру рот. Командиру батальону. И командиру полков. То есть тех, кто поднимал людей в атаку и сам шел в атакующей цепи на вражеские пулеметы. Кто в критические моменты боя вызывал огонь своих батарей на себя. Кто совершал тараны воздушные и танковые. Кто брал безымянные высоты ценой своей жизни. Кто раскрылил в танке противника прямой наводкой. Кто на окнах рубежах стоял насмерть от боевых окоп, трошею, деревню, поселок. Кто на планстармах держал. К сожалению, и чиновники наши боятся иногда произносить это имя. Вызывает это только удивление. Победа это достояние всех поколений, ныне живущих, будущих поколений и будет передаваться из поколения в поколение. она эта победа и великая отечественная война она останется как символ в душе всех теперешних поколений и будущих. Останется потому, что она передала в себе битву за Москву, оборона Ленинграда, Сталинградские сражения, сражения на Курской дуге, операция по гражданам Белоруссии, штурм и взятие Берлина и освободительный поход Красной Армии во многих странах Европы. Вот что такое для нас означает победа. Ну, победа означает для нас и для всех молодых людей поколения как надо защищать страну. Живем мы в суровой, сложное время. Живем мы вести